Привет всем! Сегодня 11 января. Знаете, когда мы начинали Delta Discovery Group, мы начинали ИС-группу в определенном экспериментальном формате. И 12-й, начал 12-й был, по-моему. И мы переживали, что диапазоны были очень маленькие. И рынок был очень скучный. И я всем говорила, окей, мы пережили крах всех времен и народов последний раз было в 29-м году, в следующий раз через 70 лет в 29-м году. Успокойтесь, рынку надо успокоиться. Рынок вышел от сверхисторической волатильности. И когда годы такие бывают краховые, 1-2 года, после этого наступает довольно долгий период маленькой волатильности. В том плане, что диапазоны очень маленькие. Даже если рынок трендовый, он стоит очень долго в каком-то ренже, и делает маленький диапазон. Это сжатая волатильность, 12-й, 13-й год, возможно, даже на 14-й перенесется. Я как-то их успокаивала, ребят, что нету, нету у нас внутри дня интересных вещей. Очень скучный рынок, маленький диапазон, нечего делать. Говорила, будет, будет волатильность. У нас с вами сейчас открывается 16-й год. Я до сих пор ребятам с Пробой Пираний поставила те ролики, что обещала, потому что у нас была... Я думала поставить, а потом в конце года случилось такое, что я редко видела. А второй раз в жизни я вижу в конце года что-то, что меня суперудивляет. По-разному. И в этом декабре у меня было такое суперудивление. Ох, что это? И теперь у нас есть открытие года. И это открытие года пошло в историю тем, что индекс больших компаний открыл свой год тем, что он упал на 6%. И это самая плохая неделя в истории Нью-Йоркской биржи. Найс никогда в истории не имел такого плохого открытия. Рекорд был поставлен на прошедшей неделе. Мы живем с вами в историческое время. То, почему я говорю, что очень многие элементы технического анализа отступают на второй план. И в рынке есть такая поверье, поговорка, правила поведения, которые Далтон в своей книжке написал как-то раз. Или даже... Я не помню, где он это написал. Или говорил он это как-то раз. Что сначала всегда делается тот бизнес, который нужно сделать прямо сейчас. Все остальное на второй план. Как бы вы не хотели торговать, как бы вы не хотели эти влоны в шорт. Компании приходят на открытие дня и начинают защищаться, потому что у них, скажем, марджин колы у брокера идут, и ему надо свои собственные деньги, которые лежат залогом на Чикаго или в Найсе, надо спасать. То есть сначала рынок должен сделать то, что ему надо сделать. А потом уже все остальное. И когда заступает период краха, как у нас наступил года три назад, серебро, потом золото, потом нефть пошла в крах. У нас как-то каждый год свой крах. Серебро было в крахе, вышло из-под контроля. И хедж-фонды спасали шкуру и ликвидировали все, потому что у них была марджин колы, нет ликвидности, они продавали весь портфель, как только можно спасались. Потом золото наступило в это время, когда хедж-фонды на золоте не успели выйти, и надо было срочно ликвидировать то, что еще хоть что-то дышит, чтобы наличку вывезти, чтобы марджин колы покрыть. И нефть потом сделала хедж-фонды. Особенно нефть, когда они потеряли деньги на первом падении от 100 до 80, и после 80 они стали лонжить, с 80 до 60 они лонжили и сели на марджин кол. То есть что-то случается на рынке, когда супер-волатильный или супер-форс-мажор, как вы говорите, рынок ведется неадекватно. И теперь мы вернемся к тому, с чего я начала бесплатную презентацию у Ланы и потом повторила на мало знакомом мне форуме Юпицер. Там я дала следующие приметы того, что мелкий таймфрейм контролирует. Итак, мелкий таймфрейм контролирует, доминирует сейчас. Мы можем торговать в балансе, в дисбалансе, где угодно. Пока мы ни на открытии года, ни на закрытии года, ни обновляем хай года или лои года, или месяца, месяца тоже важно. Очень часто работает очень много систем. И роботы не глючат, и трейдеры работают хорошо, и хедж-фонды все счастливые зарабатывают в целом свои проценты в месяц. И рынок торгует наиболее механически в эти периоды, когда рынок более-менее спокойный и, так сказать, организованный, цивилизованный. Лучше всего тогда, лучше всего… Вы увидите, как в середине… Вы берете трейды с середины, то с середины ваш лучший трейд. Хедж-фонды знают середину, у них л-роботы написаны, они следят за этим и прочее, прочее. Ваш трейд из середины сработает. Ваш трейд от POC сработает, от всего будет работать. Итак, эти признаки, я повторю, быстро. Открытие, что происходит в районе опена, тогда становится супер важно. Ну, потому что очень часто мы торгуем в каком-то понятии рейнджа, и опен прошиваем много раз, и готовы психологически, что у нас будет волатильный день, или на опене открылись и сорвались, и большой шанс, что опен будет хайм дня или лойм дня. Все, что происходит в районе опена, супер важно. Всегда, но особенно, когда торгует маленький таймфрейм, особенно важно, особенно хорошо играет. Далее, открытие ВАА. Ничего не изменилось. Очень большое значение имеет. И хорошо работает чтение рынка на базе такого открытия. Третье, предыдущий день, хай и лой, экстремум, показанный на глобиксе. Играет большую роль наши развороты внутри ВАА, играет большую роль и прочее, прочее. Пока день молодой, мы хорошо опираемся на предыдущий день. И техника работает неплохо, как технический анализ. Далее, поко-середина, как я сказала, привлекает определенное внимание, и я бы повесила это сразу после открытия. Открытие поко-середина очень важно. Утренние хай и лой, что мы уже знаем, исходный баланс, initial balance, IB, важнее, чем обычно. Пробой, идут с пробоем реже. И за исключением, если этот пробой назревает, у нас есть все признаки, что день будет трендовый, тогда идут с пробоем чаще. И наш разворот IB работает неплохо. Работает неплохо, почти всегда хотя бы плюс один, плюс два дает, а потом надо смотреть, будет зарабатывать до полдиапазона, или все, приехали. И я не дала 6,10. Мы пойдем дальше. 6,10, однако. Шестое, я просто скажу, не буду здесь писать. Откат к предыдущему дню очень важен. Когда мы открываемся и тестируем один из экстремов предыдущего дня, так называемый pullback или rally. Pullback, когда мы откатываемся к лою предыдущего дня, rally к хаю предыдущего дня, важное. Седьмое. У нас возникает ситуация, когда у нас есть много в одном месте сконцентрировано хаев дней или лой в дней. То есть у нас постоянно один и тот же уровень тестируется. Эх, раз еще раз. 13 был хай, мы отскочили, снова 13 даблботом сыграли хай, а потом мы третий раз пришли, 13 снова. И трипл топ, и трипл ботом случается. Иногда даже четвертый раз отдельные уровни, мы знаем знаменитые тем, что они четвертые тестирования выдержат. 40 такой уровень. 40 могут шортить 4-5 раза, и 40 все равно устоит. 40 каждую сотню почему-то играет так. Очень крепкий орешек называется 40. И вторичный 90, каждую сотню играет, когда шортят много-много раз. И делается вот эти вот. В одном месте много-много хаев или лоев, видим, дневных. Далее, называется многочисленные кластерные хаи и лои. Это седьмое. Далее, очень важно, восьмое недельный хаи и лой. Девятое, естественно, месяце хаи и лой. И десятое, трендовые линии и другие технические индикаторы. Трендовые линии такие, как люди знают каналы. И люди знают, когда пробиваем канал, особенно, который по дневкам построен. Эти каналы на СИПе всегда следят. Всегда знают, какой канал. Обычные каналы по дневкам. Есть свои правила, естественно, у людей, которые торгуют большие деньги. Эти каналы на неделях, на месяцах и на дневках следят. То, что перечислено с первого до пятого, мы говорим о мелком таймфрейме. Когда больший таймфрейм, короткий таймфрейм, он все равно короткий. Он еще небольшой, но он больше, чем мелочь пузатая. Когда вот этот вот краткосрочник, больший таймфрейм начинает доминировать на рынке, вот тогда то, что я вам сказала, 6, 7, 8, 9, 10, начинает играть лучше на рынке. А все, что 1, 2, 3, 4, 5, вы увидите, как начинает включить. Очень часто вот этот переходный период случается двумя путями. Медленно, медленно. Вы просто видите, как все больше и больше рынок идет на 6 по 10, уважает. И меньше, и меньше с 1 по 5. А иногда, как мы открыли Новый год и закрыли старый, бум, и случилось. Мгновенно, один день все меняет. Открытие года ГЭПа, чем 30 пунктов, все изменило прямо сразу в один день. В этом, в общем-то, прелесть и мощь ГЭПов. Что другой больше вступил в работу. Продолжение следует...